Доброе утро, Екатеринбург! 21 января, сегодня вторник. И буквально несколько дней назад, 17 января, в Саудовской Аравии финишировал главное зимнее гоночное событие Дакар-2020. Уральские гонщики заняли призовые места. У нас в гостях Сергей Корякин и штурман Антон Власюк. Здравствуйте, ребята! Поздравляем вас! Чего не хватило? Ну вот, блин, вот прям вот мы переживали. Ведь вот тут... Вот столички не хватило. Да, почему так произошло? Ну, на самом деле, конкуренция была очень серьезная. Нужно понимать, что Дакар это действительно считают самой сложной, самой престижной. Было 47 экипажей со всего мира. Два из Екатеринбурга, то есть мы с Антоном и Алексей Шмотев, и Андрей Рудницкий. Это второй экипаж из Екатеринбурга, тоже в составе нашей команды. Первое место занял «Американец», третье «Чилиец». И вот этих 47 человек — это отборный отбор, так вы можете сказать, со всего мира. Лучший из лучших. Да, и первое место — это заводская команда. И вы, наверное, знаете, что такое быть в заводской команде. Слышали, как «Формула-1», да, вот это все. И это огромная разница в бюджете, в поддержке, в подготовке. И потому, да, не первое место, но, честно, я очень горжусь. Да, конечно. Да, вы тоже за вас очень гордитесь. Слушайте, ну ведь вообще российская команда в классе багги, по-моему, первый раз заняла призовое место. Это вообще круто. Это очень круто. Мы знаем, что у вас какие-то технические проблемы там были. Расскажите, что пошло не так? Началось все с перегрева, причем перегрева не двигателя, а воздуха, который поступает в двигатель, потому что там стоит система нагнетания воздуха. Потом были проблемы с вариатором. На самом деле проблемы были у всех, как у заводских команд, так и у нас. И что примечательно сказать, и хочется об этом сказать, потому что в действительности важно, то, что эту машину, которая ехала в Саудовской Аравии, мы построили здесь, в Екатеринбурге, в Торчермете. Ох! Да, вот. После этого она может все. Ей уже ничего не страшно после Торчермета. После Торчермета ей уже ничего. И поэтому Дакар был на нее просто прогулкой, понимаете? А это же разница все равно. Ну, то есть, тесты проходят на Торчермете в зимнее. Ну, у нас 9 месяцев зима в Екатеринбурге, а там пустыня. Как вы тренируетесь? В этом вся есть сложность. Видите, почему возникают технические сложности с настройкой машины? Потому что очень тяжело и самое главное дорого приблизить машину к боевым режимам. Заводские команды, которые, например, находятся в Европе, где-то в Германии генят песка, они грузят машину на самолет и отправляют в Саудовскую Аравию на самолет. Но отправить туда-обратно машину стоит 2 миллиона рублей. Вот, потому можете представить, что, конечно, это безумные деньги. Ну, Антона, хочется спросить, вы штурман. А насколько это сложная профессия? Да, понимаете, Сергей, это гонщик. Это ерунда. Нет, понятно, вы же слушаете его. Антон, вы в который раз участвуете в Дакаре? Для нас это второй Дакар в классе ССВИ. И занять второе место, я считаю, это очень достойный результат. Первый опыт в Дакаре у нас был в Южной Америке. И сейчас Дакар переехал в Саудовскую Аравию. Хочу отметить, что организаторы подтвердили, что Дакар в ближайшие 5 лет будет проходить в Саудовской Аравии. И мы на опыте этого Дакара сделали некие выводы по доработке машины. И знаем, что нам нужно доработать на следующий год. И поэтому, я думаю, в следующем году у нас все получится. А кто из вас главный? Вот я тоже хотел бы объяснить, кто все-таки главный. Человек, который управляет, нажимает на педаль. Или тот, кто прокладывает маршрут и говорит, куда... Принимает решение, несет за них ответственность. Ну, я думаю, что здесь нельзя кого-то выделить главным или не главным. Многие путают, что есть пилот, а есть штурм. Но на самом деле, на профессиональном языке мы оба пилота. То есть есть первый пилот, есть второй пилот. И у меня, как у члена экипажа, также есть право сесть за руль. Да, и мы можем поменяться в течение гонки. Это мы уже между собой решаем, кто поедет за рулем, а кто будет что. Ну, вы менялись, нет? На крайний спецчасток, да, у меня был опыт проехать за рулем. И это был колоссальный опыт для меня. Но у вас там приключений было много. Вы даже ночевали в пустыне. Что произошло с вами? На самом деле, это не мы, это второй экипаж. Алексей Шмотчев, Андрей Рудницкий. У них были технические сложности, машина заглохла и не заводилась. И поэтому они до двух часов ночи разбирались с машиной, отремонтировали ее и все-таки добрались до финиша. И финишировали гонку без так называемого джокера. Как только, когда ты сходишь на спецчастке и не проходишь как минимум 75% спецчастка, то ты, соответственно, не можешь стартовать снова. И переходишь в другой зачет, Dakar Experience. Ты не попадаешь в общий зачет, и ты не попадаешь на финишную арку. Ну, это такая некая возможность для людей, которые сошли уже, но все равно хотят ехать дальше. Это очень полезно для получения опыта. И говоря про то, что кто главный, кто не главный, каждый главный по-своему. Каждый выполняет свою задачу. И не нужно думать, что команда состоит только из пилота и штурм. Есть механики, есть менеджеры, есть водители и техничек, без которых ничего это не поедет. Потому что каждый день машина перебирается практически с нуля. Потому что, ну, представьте, проехать тысячу километров по бездорожью. По бездорожью. Да, машина по камням, по ухабам, по канавам. Представьте, вы проедете на машине тысячу километров, ну, вы можете пробить колесо по асфальту. А там асфальта нет. Там лежат вот такие вот булыжники, мягкий песок, температура от нуля градусов до плюс 35, да, вот в Сурдовской Аравии. Потому, конечно, ну, проблем хватает. И ту машину, которую, опять же, мы построили, она отлично себя показала. Я этим очень доволен. Какие следующие турниры? Куда? Планируете? Или сейчас будете отдыхать, пока почивать на лаврах, второе место на Дакаре? На самом деле, сейчас нам очень важно переговорить со спонсорами, понять, получится ли у них поддерживать нас дальше. Потому что, действительно, вся наша программа строится на них. Благодаря им мы оказываемся на Дакаре, на шелковом пути выиграем эти гонки, на чемпионате мира. И, конечно, если они нас смогут поддержать, мы поедем снова. Это может быть и чемпионат мира, и шелковый путь, и Дакар. Мы готовы, мы рвемся в бой, как говорится. Но, конечно, это на все нужно средство. Спасибо большое, что нашли время этим утром заглянуть к нам. Сергей Корякин, Антон Власюк были у нас в гостях. Для нас они чемпионы. Ну, наши родные чемпионы. Спасибо, спасибо вам, удачи, с победами. Возвращайтесь, приходите к нам обязательно. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы сейчас перервемся на небольшую рекламу, после чего обязательно увидимся.